Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы посмотрим на геймерский ноутбук от Acer. Acer вообще достаточно редко выпускают геймерские ноутбуки, давненько я уже не помню, чтобы они что-то такое делали. Но вот они разродились, Acer Predator 15 сегодня у нас на обзоре. Predator, соответственно, переводится как хищник. У нас 15-дюймовая модель, бывает также 17-дюймовая. В нашем случае, понятное дело, дисплей 15,6 дюймов, 1920х1080, IPS, матовый дисплей. Дизайн ноутбука удался на ура с первого раза, то есть он весь такой хищный, с красивыми логотипами, с красивыми подсветками. Корпус полностью весь пластиковый, все покрыто софт-тач поверхностями, к сожалению, металл не используется в отделке. Вот здесь вот логотип Predator, когда мы открываем крышку, здесь горят две полоски и сам логотип светится красным. То есть достаточно все это так круто выглядит, именно по-геймерски, то есть Acer молодцы, хорошо сделали с первого раза. Я боялся, что у них может получиться как-то алиповат, но нет, все вполне хорошо. Но также софт-тачиваем. А что касается производительности, то наша модель работает на процессор Intel Core i7, бывает версия с i5. И видеокарта здесь GeForce GTX 970M с 3 гигабайтами видеопамяти GDDR5. Еще интересная деталь, сразу заинтригую, вот что это такое? А, это DVD-привод у меня, правильно? А угадайте, почему он у меня в руке и почему я вообще его показываю? Это потом интересная фишка, потом про нее расскажу, с чем это связано все. А пока мы посмотрим на порты и на коммуникации, тяжеленький, достаточно толстенький ноутбук, но портов здесь достаточно много, присутствует USB 3.1 Type-C, совмещенный с Thunderbolt, в общем-то всего здесь вполне достаточно. Весит ноутбук 3,5 килограмма, а толщина у него 4 сантиметра, то есть достаточно толстенький, тяжеленький, ну стандартный геймерский ноутбук. Посмотрим немножко на софт, который здесь есть, здесь есть утильта Predator Sense, которая показывает, ну, всякую статистику температуры, скорость вращения вентиляторов. Здесь же можно калибровать дисплей, здесь есть 4 пресета, можно ставить игры, стандарт, альбом, фильмы, то есть в зависимости от этого будет меняться баланс белого, яркость, это вот все. Здесь же можно задавать макроклавиши, здесь есть 5 макроклавиш, на каждой из них можно биндить какое-то действие, можно задавать пресеты. Здесь же можно управлять подсветкой клавиатуры, как можно видеть здесь 4 зоны, к сожалению нельзя менять цвет, правая зона всегда будет синей, левые 3 зоны всегда будут красные, но можно включать, выключать, разные режимы там ставить. В общем, на этом-то и заканчивается функционал Predator Sense, и есть еще интересная штука, Acer Dust Defender. Эта функция раз в 3 часа на короткое время меняет направление воздуха в системе, то есть как бы в обратную сторону делают продувку небольшую, для того, чтобы пыль в системе меньше скалывалась. Ну, вроде идея неплохая, ничем не мешается, я не знаю, насколько сильно это помогает, но есть, почему бы и нет. Теперь производительность, Core i7, 6700HQ, частота 2.6 базовая, 3.5 максимальный гигагерц на одно ядро, 970 карта с видеопамятью GDR5 3 ГБ, есть 16 ГБ оперативной памяти в нашем случае, SSD накопитель присутствует, ну и синтетические тесты достаточно высокие, ожидаемо. Ну и, как я уже говорил, есть вариант подешевле, там будет 4-ядерный Core i5, а, к сожалению, нету версии с 980 карты, вот хотелось бы 980 потестить в Predator, но, видимо, как-то у них не получилось, может быть, охладить. Теперь посмотрим на игры, ну, тут комментировать, в общем-то, всё понятно, я показываю, как всегда, настройки, справа вверху будет счётчик FPS, игры, в общем-то, тоже всем знакомы, я постоянно их показываю, ну и пока они будут крутиться, я расскажу вот такую историю. Я тут недавно, благодаря NVIDIA, попробовал виртуальную реальность, вот это сейчас хайп идёт по поводу VR, скоро вот осенью готовится выйти куча шлемов, там от Sony, от HTC, Oculus всё делается тысячу лет уже, в общем, что это такое. Я тут попробовал шлем от HTC, а управлял всё это на базе NVIDIA видеокарт, очень круто, безумно, то есть в руках у тебя два контроллера, одевается шлем, наушники, и действительно, я там лазил по Эвересту, стрелял из лука в цирке, очень крутая штука. Вот я жду не дождусь, когда осенью всё это выйдет, и в каком виде оно всё пойдёт в массу, потому что сейчас, в общем-то, на потребительском рынке VR пока практически нету, а вот к осени пойдёт большая волна. Но вот пока, из всего, что я пробовал, я могу сказать, что HTC и NVIDIA получили самые лучшие ощущения, потому что, действительно, и графика там, и физика, всё это просто потрясающе, как будто ты действительно находишься там, в этом цирке или на Эвересте, вот этого я жду с нетерпением. Там, конечно, нюанс в том, что там требования у этих всех VR-игрушек запредельные, вот система, на которой я играл, там в Triple Slice стояли три топовые видеокарты, и это всё, конечно, не тормозило, но дома Triple Slice мало кто себе подставит. Можно, конечно, поменьше, но для максимального графония там требования очень большие. Ну, благо, сейчас Паскаль вышел, новая видеокарта, всё, в общем-то, может быть и отлично. Но ощущение, повторюсь, просто чума, то есть, действительно, вот, причём ходить можно по залу, то есть, руки свои видишь, вот, прямо, действительно, ты находишься там. Правда, вот, когда я игрался с этим всем я, то должен ещё специальный человек следить за всем этим, чтобы я в стенку не врезался там, а провода не запутался. То есть, чисто дома, так, посреди зала, наверное, вряд ли это можно сделать, потому что врезешься в диван, там, разобьёшь окно или ещё что-то, потому что ты действительно ходишь ногами по вот этой виртуальной реальности, и выглядит она, ну, я не скажу, что прям супер фотореалистично, но близко к этому. Ну, я чё-то заболтался про VR, а мы, тем временем, посмотрели на игры, и, как мы можем видеть, 970-я карта всё ещё торт, всё ещё тянет самые требовательные игры на приличных настройках. А сейчас перейдём вот к чему. Я тут Overwatch недавно купил, я всё-таки сломался, пошёл и купил себе диск с Overwatch, причём, как многие знают, у меня дома видеокарта слабая, у меня 560-я карта в системнике, я уже давно на системнике не играю, я играю на PlayStation. Так вот, игру Overwatch я купил именно для ПК, чтобы показывать вам. Нюанс, здесь не работает фрапс, а ругается фрапс, поэтому я зашёл в GeForce Experience, перешёл во вкладочку параметры и включил счётчик FPS здесь. То есть, на самом деле, Experience офигенная софтина, потому что умеет кучу всякого драйвера ставить, транслировать игры, шерить игры, и она умеет, например, счётчик FPS показывать. То есть, фрапс, например, часто не работает в играх с 12-м директом, насколько я знаю, не работает в Overwatch, например, то есть он работает, но глючит, и игра ругается, ошибки выдаёт. И, как известно, я фанат зелёных, но это одна из причин, именно потому что у них софт хороший. То есть, вот GeForce Experience отлично действительно работает, много всего умеет, и никогда у меня с ней не было проблем. Сама же Overwatch отлично оптимизирована, вот на ультра настройках у нас 70 FPS стабильные. Ну и переключим, тут есть ещё режим эпической, для этого перезапустить игру нужно, ну, по-быстрому перезапустим, я это всё промотал, естественно, и посмотрим на эпике, как будет в Full HD. Следует заметить, что на эпике будет также близко к 70 кадрам, 60-70, учитывая, что это сетевой шутер, кто не знает. Причём очень весёлый сетевой шутер, я с огромным удовольствием побегал, даже не знал, что будет так весело, не зря там миллионы людей играют, и, скорее всего, я куплю себе его всё-таки на PlayStation, разорюсь, ещё раз куплю эту игру. Ну или там, вдруг мне Nvidia видеокарту новую подарит, я вот их нахваливаю, нахваливаю, ну, это шутка, конечно. Так вот, Overwatch очень затейная игра и отлично оптимизирована, как можно видеть, на 970 карте на эпических настройках больше 50 кадров, то есть 50-60, всё отлично. Больше скажу, я думаю, в эту игру даже на 4К можно играть на картах уровня 970-980, и при этом всё это выглядит очень симпатично и очень шустро-весело бегается. В общем, всем рекомендую. А мы тем временем посмотрим на экран и на углы обзора, здесь же слегка можно подсветочку, ведь на подсветку я отдельно ещё крупнее покажу. Так вот, дисплей 15, 6 дюймов, 1920 на 1080, IPS матовый. Экран на твёрдую пятёрку, ну, может быть, на 5 с минусом, если за 5 с плюсом, считать, вот недавно Dell был на обзоре, там просто фантастика дисплей. Здесь просто отличный дисплей, всё с ним хорошо, углы обзора хорошие, яркость отличная, цветопередача хорошая для геймерского ноутбука, то, что надо. Хорошо, что они не стали делать 4К дисплей, который на самом деле не нужен для 970-980 карты, вообще в ноутбуках игры в 4К практически ничего не может тянуть, там, как недавно мы смотрели, даже 2 980 десктопные из 4К пока ещё посредственно справляются. Акустическая система здесь представлена двумя динамиками и встроенным сабвуфером. Звук отличный, басы есть, вот то, что саб добавили, это очень хорошо, звук, ну, я бы сказал, на 4 с плюсом, бывают там совсем феноменальные акустические системы, но хороший, добротный для игр вполне сойдёт. Теперь рабочая область, здесь также всё софт-тачем покрыто, здесь всё из пластика, в верхней части находится кнопка включения, она горит красным, когда ноутбук включен, а слева вверху находятся макроклавиши, 5 штук макрокнопок и кнопка, которая переключает профиль, то есть можно несколько профилей сделать, будет она менять цвет, вот зелёным, например, как сейчас становится. Стрелочки отдельно подкрашены красным цветом, то же самое касается WSD, для того, чтобы в шутеры, например, играть, всё это очень удобно. Клавиатура закреплена просто наглухо, такое ощущение, что под ней стальной лист какой-то лебетонный стоит, вот можно даже стучать кулаком, она вообще нигде не прогибается, что очень хорошо. Ход клавиш глубокий, всё это очень приятно, мне действительно очень понравилась эта клавиатура, одна из лучших геймерских клавиатур, то есть на уровне там MSI GT72, на уровне Asus G752, всё с ней замечательно. Acer действительно молодцы, вот они не делали, не делали игровых ноутбуков, и тут вот как-то и сделали. По умолчанию F1, F2, F3 работают, через FN работают функциональные клавиши, ну и подсветка, я говорил, по четырём зонам она располагается, вот так вот это выглядит в темноте, ну или другой ракурс, примерно вот так. А с задней стороны горятся на две полосочки и логотип Acer, это всё можно отключить, если хочется. Дальше, вот эта кнопочка отключает тачпад, и одновременно с этим происходит отключение клавиши Windows. Ну это настраивается, можно убрать эту опцию, но это удобно, нажимаем на одну кнопку, и сразу тачпад не работает, и клавиши Windows не работают, чтобы мы случайно на неё не нажали и не вышли на рабочий стол. Про сам тачпад ничего особенного сказать, ну как обычно нельзя, он не очень большой здесь, в любом месте он не нажимается, это не клейкпад, это классический тачпад с двумя кнопками, ну на геймерских ноутбуках обычно вот так и ставят, ну обычный тачпад, короче. Интересно, что вот здесь вот находятся лампочки-индикаторы, тоже достаточно хорошая задумка, вот тут много всяких хороших мелочей. Температура рабочей области на экране, 38 градусов, самое жёсткое место, это в центре, вообще он достаточно прохладный, то есть область запястья совсем прохладная, но вверху такой тёплый. Теперь дно, здесь также всё в пластик, софт-тач поверхность, я уже немножко подразобрал всё это дело, ну и вместе с вами будем потихоньку разбирать. Вот здесь вот вентиляционные отверстия, они засасывают воздух, выдувается воздух на заднюю сторону, вот здесь вот два таких, две дырочки, я так подозреваю, что это для какой-то док-станции, но я её нигде в продаже не видел, не знаю зачем это нужно, может быть кто-то в комментариях внизу расскажет или потом. Здесь вот находится сабвуфер красный, алюмина такая металлическая вставочка, а вот здесь вот рычажок, дёргаем за рычажок и извлекаем привод, или то, что у нас лежит вместо привода. Это вот то, о чём я говорил в начале видео. В комплекте идёт две вот эти штуки, но я вам опять о них ничего не расскажу, отложённый чуть-чуть попозже. Теперь мы откручиваем вот эти вот два винта и снимаем вот эту крышку. Здесь мы сразу попадаем на жёсткий диск, твердотельный накопитель для оперативной памяти. Жёсткий диск 5400 оборотов в минуту, WD-Blue на 1 ТБ. Твердотельный накопитель, в нашем случае на 128 ГБ, M.2. И здесь два пустых слота под оперативную память DDR4. После этого мы отсоединяем жёсткий диск, обязательно вынимаем его, и под ним находится ещё один винт, который нужно открутить. Откручиваем вот этот вот винт и откручиваем кучу винтов по периметру, и тогда можно будет снимать крышку. Винтов здесь очень много, они причём разного размера ещё следует отметить. Крышка снимается очень легко, ну главное вот этот же провод не оторвать, и тогда всё отлично будет. Ну и собственно теперь мы попали внутрь ноутбука. Первая-наперва батарейка. 6000 мАч или 88,8 Вт-часов. На 6 часов тест чтения проработал он. В играх примерно 2 часа игры, ну при стандартной настройках, ну по стандартной офисной какой-то там работе, фильмы смотреть. Часа 4 я думаю он протянет. То есть не супердолго, но для игрового ноутбука нормально. Двое динамиков находится вот здесь. Справа вверху находится сабвуфер, то есть 2.1 здесь система. Повторюсь, вполне качественно, я всё нормально, не могу придраться особенно. Далее, как можно видеть, здесь 2 слота под оперативную память, и оба они пустые. Ещё 2 слота находятся с другой стороны материнской платы. В нашем случае уже установлено 16 гигабайт, максимально 64. Здесь находится твердотельный накопитель M.2, и рядом с ним второй слот M.2. То есть здесь можно 2 M.2 твердотельных накопителя установить. У нас всего 1 на 128 гигабайт. Ну и жёсткий диск на терабайте, из которого я уже показывал от VW. Теперь самое интересное, вот эта часть. По умолчанию здесь стоит DVD-привод, ну обычный пишущий, читающий DVD. Мне, например, он нафиг не нужен, я уже дисками 100 лет как не пользуюсь. И его можно поменять. Когда он установлен, мы дёргаем за рычажок, вынимаем его, и вместо него можно установить идущий в комплект, и вот такой вот интересный контейнер. Что это такое? Здесь находится небольшой вентилятор, который засасывает воздух вот с этой стороны сбоку ноутбука, и выдувает его внутрь корпуса, то есть вот с этой стороны, где дырочки, то есть сюда идёт продув. Получается продув такой по всей системе, дополнительный приток воздуха к кулерам, ну и охлаждение материнской платы, памяти, жёсткого диска, вот этого вот всего. Не могу сказать, что он очень сильно всё это дело охлаждает, но повторюсь, вот, например, привод мне нафиг не нужен, а дополнительное охлаждение почему бы и нет? Плюс он немного полегче, чем сам привод. Два вентилятора охлаждают у нас ноутбук, располагаются здесь и здесь. Они по диаметру небольшие, но они очень толстые, поэтому они создают хороший такой продукт воздуха, мощный выхлоп. Здесь находится видеокарта, распаянная на материнской плате, справа от неё находится процессор, также распаянный на материнской плате. Тесты по нагреву я делал как во варианте со вставленной вот этой штукой, так и без неё. На самом деле разница там, ну, как погрешность измерения, вот это вот я вставил, эту систему, небольшая разница, ну, может быть, когда-то пригодится, повторюсь, есть, почему бы и нет? Итак, Acer Predator 15. Экран вполне отличный, замечательный экран, IPS-дисплей, клавиатурка, также замечательная подсветка VSD, подсветка стрелочек, макроклавиши, всё это достаточно красиво сделано, удобно, не прогибается, ход клавиш глубокий. Всё мне понравилось. Интересно, что индикаторы находятся на передней панели, но такие маленькие приятные детали, которые создают общую хорошую картину. Разумеется, он тяжёлый и толстый, зато он достаточно стильный, soft-touch поверхность, пластик такой твёрдый, не прогибается крышкой нигде. Вот здесь вот симпатичные подсветки, логотип Predator, который по контуру также светится. Да, кстати, помимо 15-дюймовой версии, есть также 17-дюймовой версии, ну, соответственно, Acer Predator 17. Что же касается дополнительной системы охлаждения и сменного DVD-привода, то тут противоречивое чувство. С одной стороны, конечно, это замечательно, что привод можно вынуть и вставить что-то чуть более полезное, ну, повторюсь, потому что диском, например, я вообще не пользуюсь. С другой стороны, эффекта вот конкретно от этой штучки, ну, совсем небольшой. Но, повторюсь, лучше так, чем никак, потому что привод просто место занимает. Я, например, у себя на ноутбуке вообще его выкрутил и контейнер для дополнительного SSD поставил. Система охлаждения ноутбука сама, в общем-то, справлялась со всей нагрузкой, троттлинга не наблюдалось. Лёхо обслуживает Acer Predator 15, можно одну крышечку снимать, можно всю крышку целиком снять. Четыре слота оперативной памяти, ну, два занятых, до них очень тяжело добраться. Ну, два свободны, два и два твердотельных накопителя, можно установить жёсткий диск. Всё, в общем-то, с ним хорошо, он мне очень понравился. Повторюсь, то есть такая достойная работа, я не ожидал, что Acer вот с первого раза сделают хороший геймерский ноутбук. То есть реально недостатков у него практически никаких, я не вижу, всё здорово. Но недостатком огромным является его цена, 160 тысяч рублей примерно он стоит, что, на мой взгляд, очень много. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока. Ах да, ещё одна вещь. Я уже не зря рассказывал про VR и что я очень этим делом проникся. Так вот, после того, как я попробовал шлем от HTC на базе видеокарты NVIDIA, всё это дело работало, мне захотелось строить тоже такую акцию, вам показать. К сожалению, шлема от HTC я не смогу предоставить, зато смогу предоставить вот что. При покупке в Москве любого ноутбука на базе видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 или выше, мы в подарок дадим им сертификат на посещение VR-квеста в Москве, то есть вон виртуальная реальность уже здесь. Я, честно говоря, не знаю пока как всё это там у них выглядит, собираюсь сходить, но вроде говорят очень круто, то есть всё это должно быть крайне затеяно. Как получить сертификат? При заказе на сайте, ну или при звонке оператору нужно сказать просто код VR. Код простой, всего две буквы, мы фантазировать особо не стали, ну VR, всё понятно, да? Ну вот, теперь точно всё, до новых встреч, пока!